Впрочем, отношения представленных в риге Кокупартии известно. Ни сторонники, ни противники новых аргументов представить не могут. На интернет-странице МИДа даже появился специальный раздел, посвященный наиболее часто задаваемым вопросам, касающимся пограничного договора. Я думаю, что сейчас все-таки есть все возможности или, скажем, прицелки для того, чтобы в следующем году обе парламента ратифицируют договора. Наш парламент, как вы знаете, первое чтение прошло в эту неделю. Своё неприятие договора открыто обозначила консервативная партия. Её депутаты считают, что на фоне украинского кризиса заключать какие-либо договоры с Россией просто не имеет смысла. Некоторые представители свободной партии считают, что если несколько десятков лет мы жили с контрольной линией, то можем жить и впредь. Всё-таки похоже, что в парламенте есть устойчивое большинство из четырёх партий. Реформистов, соцдемов и ерелоцентристов, которые обеспечат необходимое большинство в 68 голосов. Президент Путин во время вручения верительных грамот новым эстонским послом в России дал понять, что Москва настроена на сотрудничество с Сталином. Сейчас самое главное, конечно, то, как будет идти процесс в Госдуме. Но как нам известно, по крайней мере, по последним встречам наших коллег в Москве и по встречам министров иностранных дел, заинтересованность имеется. Впрочем, несколько лет назад договор уже был ратифицирован, но к нему неожиданно оказалась приложена преамбула, говорившая о тартовском мире. В нынешнем тексте есть оговорка, что договор является лишь техническим документом. Ратификация будет проходить синхронно. Будущая граница в значительной степени совпадает с контрольной линией. Для удобства она лишь выравнивает территорию, а обмен земель проведён в равной площади. Важно и то, что следом за пограничным договором можно будет говорить о других документах, как связанных с ним, так и просто необходимых для граждан обеих стран. Владимир Михалков, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова